Джон Пайпер «Страсти Христовы» Глава 10 Христу надлежало пострадать и умереть, чтобы оправдать нас. Ныне оправданы кровью Его. Послание к римлянам, глава 5, стих 9. «Получай оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Послание к римлянам, глава 3, стих 24. «Мы признаем, что человек оправдывается верою независимо от дел закона». Послание к римлянам, глава 3, стих 28. Оправдание перед Богом и прощение Божье – это два разных понятия. Быть оправданным в суде и получить прощение – это не одно и то же. Прощение значит, что я виновен в преступлении, но тем не менее меня помиловали. Если же меня оправдали, значит провели расследование и не нашли за мной ничего незаконного. Моя невиновность доказана. Судья провозглашает – невиновен. Оправдание – это юридическое действие, решение суда, которым человек признается правым. Решение суда не делает его невиновным. Оно лишь провозглашает человека оправданным. Мы можем проследить это на примере Библии. Люди признали правым Бога. Мнение людей не делает Бога праведным, ведь Он всегда был таковым. Они могут лишь провозгласить Его праведность. Внутренние перемены, которые мы переживаем, когда доверяемся Христу, следуют не из оправдания. Библия называет это освящением – процессом, при котором человек становится лучше. Оправдание же вовсе не процесс, а лишь провозглашение. Оправдан – невиновен. Для того, чтобы на суде оказаться правым, нужно исполнять требования закона. Если человек не нарушал закон, то судья и присяжные заседатели признают его невиновным. Однако на суде Божьем никто из нас не может быть признан невиновным. Мы не можем исполнить требования Божьего закона, и потому нет нам никакого оправдания. Библия даже заявляет, что оправдывающий нечестивого – мерзость пред Господом. В книге притчей, глава 17, стих 15. Однако, благодаря Христу, Писание также говорит, что Бог оправдывает нечестивых, уверовавших в Его благодать. Об этом читаем в послании к римлянам, глава 4, стих 5. Бог делает то, что с первого взгляда кажется мерзостью. Так почему же прощение нечестивых, уверовавших в Иисуса, не мерзость? Как Библия может называть Бога праведным и оправдывающим верующего в Иисуса? Бог не почитает мерзостью оправдать верующих в Него по двум причинам. Во-первых, Христос пролил свою кровь, чтобы снять с нас обвинения в наших преступлениях. Поэтому Библия утверждает, что мы ныне оправданы кровью Его. Вина преступления снята с нас. Однако здесь не сказано, что мы стали праведными. Снять вину преступления еще не значит объявить человека законопослушным и беспрекословно исполняющим закон. Например, когда учитель стирает в журнале двойку за экзамен, это не значит, что он объявляет ее пятеркой. Или если бы банк простил мне мои долги, это вовсе не означало бы, что я неожиданно стал богачом. Поэтому то, что Бог простил нам наши грехи, еще не значит, что мы стали праведниками. Прощение грехов совершенно необходимо для оправдания, но это далеко не все. Существует еще одна причина, почему Бог не почитает мерзостью оправдать нечестивого. Для этого обратимся к следующей главе. Продолжение следует...